доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии среды разбираем события минувшего дня и смотрим как они повлияли на динамику финансовых инструментов в общем продолжаем держать руку на пульсе анализируя только самые стоящие фундаментальные отчеты и убеждаясь в том что мы все делаем правильно потому что в принципе каждый день с учетом определенной поддержки статистики у нас есть возможность принять решение о том что будет делать регулятор который стоит за регионом на основании новых вводных и как это отразится через монетарную политику на курсе национальной валюты я сделал такой небольшой намек на традиционные параллели которые я провожу по еврозоне по курсу европейского центрального банка и тому как этот курс влияет на динамику единой евро валюты сегодня мы безусловно снова поговорим о том что творится в рамках валютного блока сегодня мы сделаем очередной акцент на динамику евро доллара с прогнозом на возможную отработку потенциала его дальнейшего снижения и я надеюсь то что у нас сегодня появится еще и такое фундаментальное топливо для этой идеи в виде данных по инфляции потому что это отчет один из краеугольных для европейского центрального банка именно низкой инфляции является железным аргументом для драги и cb сохранять мягкую монетарную политику как можно дольше сегодня свежие цифры друзья в 12 00 по москве они выйдут можно сказать что совсем скоро если есть возможность обязательно последите за евро за отчетом может быть в моменте динамику мы и не увидим нужную но получим хороший сигнал того что может быть дальше ну и опять же я думаю что и динамика может быть ведь вчера у нас был отчет зью и мы видели как активно на него европейская валюта отреагировала друзья давайте к повестке текущего дня с учетом содержания экономического календаря сегодня день инфляции на азиатской сессии уже отличился новозеландец мы кстати сделали цель я с этим друзья вас всех поздравляю в моменте пара новозеландец против доллара оказывалась ниже отметки 067 там лоу по моему составил около 0 66 70 то есть это больше чем нам было нужно если вы ориентировались вместе со мной на продажу была хорошая возможность выйти из сделки с профитом и в общем поблагодарить новозеландца за то что он попал в копилку а тех инструментов которые принесли нам профита далее по дню нас в 1130 данные по инфляции англии потом спустя полчаса инфляция в еврозоне в 1530 данные по инфляции а в канаде и замыкать мы день будем традиционным для среды отчетом по запасам нефти а в сша важный релиз нефть на него реагирует последние недели мы видели то что пожалуй статистики это самый важный отчет который влияет на динамику нефтянки нефть сейчас находится в явном замешательстве я прям предлагаю прийти на этой нотке к тому что происходит на рынке черного золота мы видим и вроде бы как давление в результате которого бренд опускается к 71 даже цепляет этот уровень пытается закрепиться ниже за счет того что продавцы перехватывают инициативу потом на рынок приходит какая-то статистика либо участники рынка по-иному смотрят на фон в результате чего он следует откат и инициатива снова оказывается у покупателей 71 44 что неделю назад мы говорили в принципе об этих котировках продолжаем говорить о них и сейчас я несмотря на то что мы снова оказались выше 71 доллара за баррель продолжаю рекомендовать вам друзья начинать активно присматриваться к продажам может быть у вас есть какие-то свои уровни возможно вы ориентируетесь на то что рост нефти продолжится и уже оттуда можно будет продать если действительно будет так замечательно потому что продав нефть с более высоких уровней это возможность получить больше профита я сейчас склонен действовать не через отложки а с целью продать нефть по более высоким уровнем я действую иначе друзья я думаю что коррекция будет эта коррекция а последствия перерастет нисходящую динамику мощную новый возможно тренд и этот тренд я попробую поймать именно уже на развитие нисходящей динамики ну вот такой вот у меня подход уровне вы знаете я говорил то что это примерно а 70 40 70 50 оттуда я буду не все продавать по новостному фону к сожалению сказать собственно и нечего мы по моему очень тщательно выводили всю информацию за последние недели понимаем что сейчас участники рынка в частности покупатели понимают то что ведь поддержку продавцов тоже значительно мы говорили про рост объема нефтедобычи в сша по тому сколько нефти добывается в моменте потому сколько прогнозируется по добыче до конца года по планам которые были статистически собраны и запакованы в отчет администрации аналитической информации по добыче на семи основных шельфовых месторождениях то есть на май плюс 80 тысяч а еще мы говорим о количестве нефтяных буровых на еженедельной основе с прошлой неделе обратили внимание на то что усилия стран опек в принципе являются очень хорошей возможностью поднять вопрос о неслесообразности продления действия энергетического пакта я приводил в доказательство и в подтверждение своей позиции что скорее всего в рамках первого полугодия с энергетическим пактом все и закончится комментарий и саудовской аравии и россии вчера мы говорили о позиции силуанова о том что россия в любом смысле сейчас перед серьезной дилеммой столкнулась либо отдать рынок сша либо что это значит это значит и дальше участвовать в аналитическом пакте либо все-таки сохранить за собой текущей позиции рынок который по праву с учетом ресурсных возможностей россии принадлежит отчасти ей но для этого нужно уже не поддерживать инициативу опек по возможной пролонгации вот этого соглашения в общем тема это очень интересно я думаю что мы к ней еще не раз друзья а будем возвращаться продолжим возвращаться как и все трейдеры но пока что давайте посмотрим за а статистикой по запасам нефти в сша и параллельно оценим еще объемы нефтедобычи в штатах на прошлой неделе то есть это данные которые выйдут в тот же самый момент когда мы увидим официальные данные по изменению запасов напоминаю что сейчас штаты добывают рекордными объемами нефти 12 2 миллиона и я допускаю друзья что сегодня цифра будет иная и сегодня этот показатель увеличится поэтому может быть я идеализирую картину для продаж я не знаю может быть и так но я стараюсь быть объективным и по отношению к позитиву в плане того что происходит на рынке нефти но этого позитива сейчас я особо и не вижу доллар иена 111 97 я считаю что времени будем тратить на эту валютную пару потому что зачем говорить о этом дуэте инструментов когда уровни практически не меняются но единственное что вчера вышел отчет по промышленному производству сша как ожидалось еще один на мой взгляд довольно важный отчет который позволяет оценить один из секторов американской экономики отчет который указывает на проблемы в сша минус на целых одна десятая процента спа американский фондовый рынок продолжает расти невзирая ни на что 2 914 пунктов вчера у нас отчитался bank of america и на надеюсь вы знаете то что выручка не дотянула до прогнозных значений то есть мы видим не лучший результат а деятельности квартальный и а банка банков америка вслед за такими же плохими данными от goldman сакс от сити но все равно американский фондовый рынок продолжает стремиться к прежним историческим максимум друзья здесь ну вывод на поверхность его нужно сделать если вы считаете что американский фондовый рынок отражает крайне невероятно позитивную ситуацию именно в экономике сша и опирается на то что экономика растет нет никаких рисков глобальных угроз и так далее но вам наверное действительно стоит ориентироваться на уровне выше трех тысяч по этому индексу я думаю что все-таки смп должны распродать в ближайшее время я заложник опять же ранее открытой короткой позиции но не заложник здравого подхода к оценке фундаментальной ситуации я считаю что распродажи будут их я собственно и жду евро против доллара тоже те же самые уровни 1.1303 хотя вчера европейская валюта оказалась под давлением после того как вышли данные по индексу настроений от института зи германии еврозона неоднозначное влияние скажу оказала статистика с одной стороны индекс настроения зи оказался лучше чем прошлого месяца однако оценка текущих экономических условий вдвое хуже я в целом продолжаю повторять что сейчас валютный блок переживает один из самых худших периодов за последние 10 лет и все отчеты которые мы с вами собирали вот за последний месяц они указывают на то что экономический рост будет испытывать серьезные трудности первом квартале и скорее всего втором квартале но это как минимум я вообще считаю что весь 19-й год будет гораздо более плохим для еврозона чем 2018 год и это даже при условии что все останется вот на то как есть если же у нас будет повод говорить о серьезной торговой конфронтации между сша и еврозоны если у нас будет причина констатировать что базовое значение инфляции текущих уровней на целых восемь десятых процента будет смещаться к отметке 05 но тогда все будет гораздо хуже по евро связи с этим друзья ожидания прежние я думаю что вы помните короткая позиция для меня в приоритете фунт против доллара вчерашний low 130 31 сейчас мы чуть повыше британская валюта отреагировала на статистику по рынку труда я предложил вам подойти к анализу довольно просто выходит хороший отчет продавать выходит плохой отчет тем более продавать если интересна логика и вы хотите разобраться в ней можете пересмотреть вчерашний брифинг сегодня мы ждем данные по инфляции как я уже отметил в частности этот отчет может оказать серьезное давление на британскую валюту потому что мы ранее видели проблемы с розничными продажами но и разумеется на фоне слабой розницы вряд ли есть причины и есть база для роста общего показателя инфляции поэтому я жду сегодня слабые цифры и конечно же по евро тоже не забывайте что в 12.00 отчет по инфляции по прогнозу мой субъективный прогноз это снижение базовой инфляции на на целых одну десятую процента и это тут же вернет на рынок еще наверное более агрессивные спекуляции на тему мягкой экономической политики австралийц против доллара 0 7189 мы вчера построили такую хорошую идею друзья продажа австралийца после того как вышли протоколы исходя из которых из пресс-релиза резервного банка австралии мы сделали вывод о том что ставки повышены не будут и более того резервный банк австралии склонен полагать что ставки нужно снижать и непременно сделает это если инфляция будет там снижаться а безработица расти и честно говоря в политике которая предполагает в условиях проблем на рынке недвижимости крайней закаитованности домохозяйств политика низких процентных ставок это вообще может стать стимулом для экономического роста потому что посудите сами снижение процентных ставок это снижение обменного курса национальной валюты это стимулирование инфляции это сокращение процентных платежей то есть снижение долгового времени для потребителей если сокращаются процентные платежи то высвобождается дополнительные средства которые можно отправить направить на потребление а это пожалуй один из основных бустов для рыночной продажи опять мы уходим на инфляцию. Я думаю, что ставки будут снижены, друзья, и в доказательство этого вероятность снижения ставки после вчерашнего отчета, после вчерашних протоколов выросла с 10 до 50% в августе, то есть в августе мы ждем снижения ставки еще и резервным банкам Новой Зеландии. Очень много для австралийцев сейчас будет зависеть от рынка труда, данные выйдут уже завтра на азиатской сессии, на брифинге мы как раз о них поговорим. По ожиданиям, по прогнозам цифры будут очень слабые. Рост безработицы с 4,9% до 5%, поэтому я по-прежнему не оставляю надежды увидеть австралийцев против доллара на отметке 0,71 к концу этой недели. Доллар-канадец тоже основной катализатор сегодняшнего дня – это данные по инфляции. Ожидания очень слабые, прогноз снижения с 1,5% до 1,3%, тут же слабая статистика, слабый отчет по инфляции будет использовано для возвращения к идее, как возможность вернуться к идее перспективы изменения процентных ставок. Я про это говорил уже очень много, повторяться не буду. Если действительно прогноз окажется верным и фактические цифры с ним совпадут, то сегодняшний день доллар-канадец, я думаю, что закрепит даже выше отметки 1,3450, друзья. И по новозеландцу в двух словах сделали мы цель. Поддержка пришла со стороны слабых данных по инфляции, как и ожидалось, с 1,9% инфляции снизилась до 1,5%, ну, 0,4%. Точно такая же логика, как и с Резервным банком Австралии, то есть снижение инфляции, это также, как и рынок труда, один из двух основных мотиваторов для того, чтобы Резервный банк снизил процентную ставку. Поэтому можно сказать, что если в рамках Резервного банка Австралии вероятность снижения ставки в августе чуть больше 50%, то сейчас по Резервному банку Новой Зеландии вероятность снижения ставки стремится, я думаю, процентом к 90%. Очень хорошая статистика для того, чтобы тем из вас, кто все-таки сохраняет по-прежнему короткие позиции и ждут уровней ниже, удерживать эти трейды и дальше. Я пока что, друзья, возьму паузу по новозеландцу, но буду держать вас в курсе, если что-то интересное произойдет. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.